В Казани при проведении строительных работ погиб человек. Всё произошло, когда рабочие перекрывали крышу медицинского учреждения на улице Батурина. 30-летний рабочий упал со строительных лесов. По предварительным данным, высота, с которой упал мужчина, составляет около 7 метров. В результате полученных травм он скончался на месте. По данному факту, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по республике Тарстан начата до следственной проверки. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действий возрастных лет, соответственных за обеспечение безопасности при ведении высотных работ. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. Полицейские задержали подозреваемых в обстреле арбитражного суда. Как выяснилось, огонь по зданию вели двое школьников. Напомним, преступление произошло в понедельник утром на улице Новопесочной. По предварительным данным, молодые люди стреляли из пневматического пистолета. В окне второго этажа оперативники обнаружили два пулевых отверстия. Сообщение о стрельбе по окнам суда поступило в понедельник утром. Спустя сутки полицейским удалось задержать подозреваемых в этом преступлении. Ими оказались два школьника. На допросе молодые люди признались, что не хотели обстреливать здание суда. Якобы они целились в банке и каким-то образом две пули все-таки долетели до судейских окон. Сейчас следователи проверяют правдоподобность этой истории. Скорее всего, школьники просто пытаются отвести от себя подозрения. Ведь наказание им может грозить серьезное. При осмотре места происшествия не совсем понятно, куда нужно было поставить те самые банки, чтобы пули долетели так высоко. По факту повреждения окон здания арбитражного суда Республики Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации хулиганства. Пули прошли на вылет. В результате обстрела никто не пострадал. Молодых людей задержали возле магазина на улице Павлюхина. Дома у одного из них полицейские обнаружили пистолет, из которого предположительно и были произведены выстрелы. Так как обоим подозреваемым не даже 16 лет, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела. Также следователи выясняют, где школьники смогли купить пневматическое оружие. Двое несовершеннолетних вину свою признали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В Нижнекамске рабочий из завода поссорился с коллегой и перерезал ему горло. Все случилось в салоне вахтового автобуса по пути с работы домой. По словам очевидцев, сначала мужчины просто ругались. В какой-то момент один достал нож и несколько раз ударил другого. 42-летний подозреваемый нанес коллеге 4 ножевых ранения, 3 из которых пришлись в шею. Сразу после этого нападавший скрылся, а раненого в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Состояние было тяжелое. Было проведено оперативное лечение, вмешательство. После чего он был госпитализирован в организационное отделение для наблюдения динамического до утра. Сейчас пациент переведен уже в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Угроза жизни на данный момент нет. Пока врачи боролись за жизнь потерпевшего, полиция по горячим следам задержала нападавшего. Им оказался житель Челябинской области, приехавший в Нижнекамск на заработки. Сейчас Следственный комитет выясняет, что именно стало причиной кровавого конфликта. К горячим следам подозреваемый был задержан. В ходе допроса виновен полностью признал свою. В тот же день подозреваемый был заключен под стражу. В настоящее время ведется расследование по данным настоящим уголовным делом. Сотлов свидетелей, которые были допрошены, было установлено, что подозреваемого были проблемы в семье. Подозреваемый у нас жителем Челябинской области являлся. То есть он не местный житель. То есть проблемы в семье фактически и каким-то образом он хотел выплеснуть эти проблемы на потерпевшего. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье покушения на убийство. В ближайшее время он будет допрошен. Если виновность мужчины будет доказана, ему может грозить реальный тюремный срок. Авария с участием общественного транспорта произошла на Кировской дамбе. Момент столкновения запечатлела камера видеорегистратора. На кадрах видно, что на дороге образовалась пробка. В какой-то момент водитель БМВ решил объехать затор и выехал на автобусную полосу. В результате резкого маневра иномарка оказалась прямо перед капотом нефаза. После аварии автобус почти 8 часов простоял на месте ДТП. За это время предприятие, которому принадлежит общественный транспорт, понесло существенные убытки. В Аксубаевском районе Татарстана мужчина получил серьезную травму глаз. Предварительным данным рабочий прочищал на предприятии трубу, подающую глинисто-воздушную смесь. Во время ремонта он дважды ударил по трубе ломом, после чего попытался заглянуть внутрь. В этот момент содержимое трубы ударило ему в лицо. При проведении работы на нефтяной скважине в Аксубаевском районе республики получил травму в виде отрыва век и тяжелой контузии обеих глаз 27-летнего помощника бурильщика. По данному факту следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан и штата следственная проверка. В настоящее время в тяжелом состоянии мужчин госпитализированы. Проводится мероприятие направлено на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято профессиональное решение. Невнимательность водителя Рено стала причиной аварии, которая произошла утром на пересечении улиц Декабристов и Шамиля Усманова. По предварительным данным, при повороте налево мужчина, сидевший за рулем внедорожника, не уступил дорогу Тойоте, которая ехала в прямом направлении. В свое оправдание владелец Рено рассказал, что при выезде на главную дорогу обзор ему перекрыл грузовик. В результате столкновения обе машины получили значительные повреждения. Столкновение грузовой газели и микроавтобуса Пежо, которое произошло ранним утром на Фермском шоссе, серьезно осложнило проезд транспорта на этом участке дороги. Несмотря на то, что в момент аварии Пежо двигался по второстепенной дороге, водитель не признал свою вину. Сверху никого не было. Я не знаю, откуда он взялся. Я его не видел сзади. Сверху никого не было. Я поэтому начал движение. В этом случае именно Оренбургский проезд, известный в народе как Лысая гора, является главной дорогой. По ней ехала газель. Вот только по рассказу водителя Пежо, внезапно появившаяся перед ним газель стала разворачиваться и зацепила его машину с задней частью кузова. Водитель газели говорит, что двигался прямо и после столкновения никуда не отъезжал. По его мнению, причина аварии лишь в том, что Пежо не уступил ему дорогу. Покасательный удар-то прошел. В чем причина, по-вашему, здесь? Причина его невнимательность. Доказать свою правоту водителю Пежо будет, пожалуй, непросто. В тот момент у него сломался видеорегистратор. Из-за этой аварии на улице серьезно затруднился проезд троллейбусов. Авария с участием двух иномарок произошла ночью на улице Карла Маркса. Столкнулись Рено и Судзуки. В результате сильного бокового удара французский внедорожник лишился колеса и вылетел на тротуар. Я еду, по зеленой ехал, и вдруг, откуда ни возьмись, она... В ходе аварии на марке раскидала по разным сторонам проезжей части. После удара потерявший управление Рено заскочил на бордюр, потерял переднее колесо и врезался в стену дома. Причина аварии пока остается неясной, ведь водитель Судзуки также настаивает на том, что двигался на зеленый. К тому же, по его мнению, другая машина ехала с явным превышением скорости. Пытался тормозить, но на большую скорость очень не делали. То есть, по-вашему, он ехал на красный свет? Да, да, да. А вы ехали, соответственно, на зеленый? На зеленый. Похоже, что кто-то из водителей все же нарушил правила и проехал на красный. Светофор на этом перекрестке не переходит в так называемый ночной режим. Интересно, что ни в одном внедорожнике не сработали подушки безопасности, однако никто из людей не пострадал. Виновник аварии выяснится в ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудован данный перекресток. Продолжение следует...